ребят всем привет вы на канале донатик фэмили донатик 2 я обычно сейчас снимаю по утрам донатик один донатик 2 вы меня спрашивали где мог банк с денисом вот мой банк вот давайте немножко по столу что у нас расскажу нас сегодня шашлык нажали у подъезда пока тебя с работа ждала подъезд мне можно выйти так это у нас к мясу овощи так это у нас всякой там баклажанная закуска соус к мясу все покажу расскажу это нарезка сегодня купила заказала доставки заговорить ешь ешь а то испортится забыл вот конечно с чего начнем еды наш мог банк голодный ты знаешь был голодный но пока тут делаю все эти приготовления аппетита у меня как убавился да да пока все настроить штативно какое-то место прямо сесть включите снимать а у нас не очень пока удобно маг за этой ситуации справимся не придумаем что прямо так вот на столе стоял штатив сел включил даже не шутку от обвин камеру а камера будешь проще с ней будет мне кажется то же самое также и настраивать нам также свет нужно настраивать ну да приготовление много вот хочется прямо допустим даже не готовится к мукбанку сесть поесть раз включил он захотелось тебя чем болтать а пока ты кольцевые штативу все это приготавливаешь то уже есть захочется чем сказать хотелось за забудешь 150 раз и все завтра мы тоже планируем снимать наш пятничный мукбанк ну сегодня это показался товарищ а то я тут второе утро подряд своих мукбанк обсуждаю что такое безответные любовь что такое эмоциональные качели что такое жить с манипулятором и гористом а люди тебя не видят может быть они подумать и про себя рассказывают завуалированную дуна уж показать все храм я не про него я в общем все рассказывал кусок жир попал это не люблю вот этот запеченный жир вниз я не знаю почему вроде шашлык из свиной шейки вкусно но иногда попадается прям чистый жир мне прям не нравится я хочу каминка осталось по суше хочется носа жирные жирные кусочки не вообще как бы шашлык на буроножку на такую спасибо за борт мою вообще шашлык мы сделали с денисом вывод что мы не очень любим просто иногда смотришь какие-то видео всех такой прям детский восторг шашлык шашлык там поехать и шашлык мы как-то больше нам все-таки по колбаскам чувак чичи лучше нам эти заходят особенно чувак чичи говяжий какие-то нелегкие какие-то цены свиной шашлык он не знаю тяжеловатый можно просто не умеем готовить нет шашлык вкусный они пережали мел мягкий то есть какие-то там паленки не нормально шашлык вкусный но полегче хочется надо доедать чтобы не спортс вот это баклажаны запуска попробуй жуешь его жуешь жуешь тоже я на мукбанке снимала на завтраке по моему когда я делаю пиццу сковородку эти печеные перцы они благополучно ушли в ути в казань подплывали потому что вообще не вкусно и большое спасибо нашей подписчица которая дала нам рецепт печеных перцев как вот можно запечь самим то есть прямо пошагово безумного угадания думаю в субботу мы это обязательно сделаем там сделаем и я сниму на видео если я в субботу него уже видео с перцем пишите тут смеешься ты скажи нереально что-то это последнее время отошли от гарниров хочется вот действительно если что-то мясное хочется с овощами не хочется уже быть макароны рис картошка прямо не знаю на гель смыть его этого всего и хочется прям каких просто легких овощей должно что-то свежие свежие овощи сделать и мне кажется вот намного это будет вкуснее сам прикольно это те были вот те были вообще классно даже не помню где их упал и мне кажется достаточно почему я помню где-то ну где-то к бэдди а ты проверьте запеченные в опыте отминуты которым баклажан ты он тоже были очень вкусная я про них нет мы показывали печеные овощи если там у кого-нибудь рядом кабы кстати кстати говоря про кабыла нечего смеяться я вообще могу прийти в кабыль уйти оттуда просто продуктовый корзин там продается классный заварный хлеб я покупаю там классную ветчину как у которого он любит она там действительно мясная ветчина молоко сыр мне кстати можно закупить на то что когда с друзьями ездили на плов на узбекскими там есть мог тут в доске на недалеко к нам тоже договорились встретиться у к б и то есть там пошли закупаться он такой блин это показал кашку продают вообще офигела там и мандарины и сыр и нарезки всякие то есть там и причем там цена адекватной то есть кабани держит марку они не завышают цены прямо по сто процентов так что ты нечего тут стесняться говорит что мы ходим в кб мы ходим в брестоль в брестольверсит продай куда какой какие-то шалкашный магазин вспомнишь давай называй перечислят отдохни отдохни мне кажется мне кажется отдохни вниз но не давай нет да не слов или вниз вниз в листелю на день не словно закрыли когда у нас миром утром и снов и отдохни они давай совместно дай у нас закрыли вообще-то интересными существует мне к байбре столь хватает так что главным заметку можно запад зайти и завтариться уж нам причем ну я вообще вопрос планировал отвечает на завтрашнему банки вообще не за это завтра день пройдет какой у будет тест придется мне идти за поликлинику может быть вообще меня с утра сорвут поликлинику я там не получится меня с вами позавтракать вообще пока ничего не знаю с утра встану зайду на госуслуги и уже все будет понятно возможно будет выписка так понравились мыши вопросы от ирине из болгария или привет решили это все таки на эти вопросы опять совместно с денисом там понравились они нам да выжить их прочитал сказал классно я хочу на них ответить за вас что так вопроса если бы вы могли стать самым влиятельным человеком в мире чтобы вы изменили но ведь я первая отвечу из пока подумает ведь вопрос пораньше прочитал может быть там немножечко официально там подумала над ними не за я допустим уравнял бы ну хотя бы примерно уравнял бы зарплаты я бы не за отменю вот эту вот какую-то политику в нашей стране и политику вот действительно кто-то там извинить какой-то картинки показывают там средний доход у кого-то куриная нога точнее у кого-то мясо а кто-то с косточкой сидит получается как бы средний заработок в стране то есть я бы это уравняла бы извините меня какие-то там я не знаю звезды шоу-бизнеса там вообще какие-то медийные вообще там дома там миллиардные строят а кто-то там от получки до получки причем гос какие-то служащие врачи учителя особенно может быть даже в связи с пандемией как бы врачам уже сделали более-менее какие-то такие вот именно по заработной плате более-менее условия хотя бы подняли зарплаты и знакомых медиков то есть мы действительно немножко подняли я считаю что правильно сделали вот а вот допустим учителя да вообще вот эти вот госпрофессии воспитатели в садиками чуть там зарплаты я вот по образованию психолог мне вот идти допустим по специальности тем более сейчас вот у нас так все как бы сделано у нас переходит такой режим то что ты можешь идти работать только по специальности если раньше допустим можно было прийти в тот же самый завод бизнес ну или бизнес да ну как не будем говорить кто такое нам сказал нам уже многие поняли и действительно вот идем я работаю по специальности откуда я посмотрел воспитатели какой психолог педагог по образованию это воспитатель это какие-то школы учреждений то есть моя работа либо я работаю на себя какие-то может быть там онлайн курсы открываю какие-то свои кабинеты но это надо мне кажется немедленное количество денег чтобы все это сделать особенно если открыть свое какое-то помещение и так далее либо вот иди в садик там я даже не побоюсь ли зарплаты назвать которая читалась 12 15 тысяч в месяц берем себе ответственность работы с детьми то есть не буду я углубляться мысли вы мои поняли я бы уравнял заработные платы чтобы примерно может быть у кого-то побольше ну извините меня не в таких масштабах 15 тысяч и заработок в месяц там несколько миллионов но это на самом деле понятное дело что наших звезд шоу-бизнес кормим мы же сами своим просмотрами там на концерты приходим и так далее то есть они не от государства получают такие бешеные деньги ну все таки все таки я считаю что так даже хотя просто поднять зарплату именно кто работает в госучреждении преподаватели воспитатели и так далее да и мне дальше отвечать ешь давай давай значит чтобы это как правильно формулировать как там образ звучал если бы вы могли стать самым влиятельным человеком в мире чтобы вы изменили а если желание такое установить самым влиятельным человеком в мире нет такого же не честно у меня такого желания как-то нет никогда и цели не сдался как бы наверное то что подобное бы делал уравнять уровень жизни так скажем что-то вроде того ответили следующий вопрос какова самая мудрая мысль которую вы когда-либо слышали мне я болтушку в этой семье не китайской мысли есть у меня конечно мудрые там запасы на перевод тоже будет быть обязательно весь может кто-то поймет нет обязательно или ты завтра отрестишь на мукбанке кто-то говорит или напишет но они просто в google они пересмотрят гугл забыть так неинтересно это столько допустим давайте сделаем так сейчас скажет фразу нажмите пожалуйста по-честному на паузу кто знает нас смотрит и знает и напишите перевод ибо и буди хуй дау муди звучит конечно забавно перевод звучит следующим образом шаг за шагом можно достигнуть цели поэтому мне нравится ну погуглите это действительно так я думал что это неправда но окажется правда не обращайте внимание уже два дня назад здесь сидела у нас безумно жарко в квартире просто смотрю где-нибудь краснеет краснеет я сижу как в парилке сама я просто уже терплю нам как пенель заделывать ее вообще не выносим жарко в квартире сама я сижу окошко открыть нельзя повторюсь будет очень шумным и вы можете нас не услышать давайте я скажу немножко себе даже ваши кстати классный вопрос потому что было у меня такое наверное где-то может быть месяц назад хотя я понимаю на нравами такая ситуация началась то есть когда я начала вести этот канал снимать какие-то видео мне нравится снимать то есть мы снимаем не только мог банки мы все-таки хотели вообще сделать акцент на влоге мы снимаем влоги деревенские какой-то нашей жизни обзор какие-то магазины как ты больше акцент хотелось сделать на этом то есть когда вот эти вот стали выпускаться видео и поняла что ну просмотрами конечно не ближе людям не совсем интересно даже основным нашим подписчикам смотреть такие влоги я чуть так расстроилась сижу учит устроен то есть никакой для подруги стрелы написал как-то вот не с них приписались агурам все-таки может быть зря вот это какой-то мы там дальнейшем по этим делать какую-то в деревенский контент не особо не интересует от никого ранее выслал скрин stories блогер не буду говорить им фамилию кто может быть на этот блогер подписан тот читал тоже stories она мне бы она мне высыл вопросов без слов без всего сейчас сам ганс формулировать мысль а у меня получилось потому что я не сдалась вот настолько вовремя сказанные слова вот поэтому я наверное все-таки мудрую мысль может она эту мысль тоже откуда прочитал тоже кто-то в свое время мысли и сказал мне эта мысль безумно понравилось я удалял полностью телефон то есть там скрины какие я делаю чистила телефон и когда у меня дошло дело до этого скринаешь у вас перечитал я оставил то есть нет мысль понравилось не сдавайся и все будет принципе немножко похоже у нас с тобой наш с тобой цитаты и третий вопрос заключители готовься так если бы вы могли прожить один и тот же день снова и снова чтобы вы предпочли предпочли сделать в этот день так если вы могли прожить один и тот же день снова и снова чтобы не предпочли сделать в этот день проживать на один и тот же день день сухар ну понимаешь что-то один и тот же день основы и снова снова и снова то ну да наверно все таки такой же на какой день сухар получится мне кажется не даже сейчас у нас день сурка каждый день снова и снова 5 утра подъем завтрак на работу петер и ты пришел поужину телефон все грустно рассказываешь ну так она есть ребята вообще хочу сказать то что сейчас может быть действительно день сурка я думаю многих кто нас смотрит не шиб какие-то разнообразные дни да какие-то выходные наступают куда ты сходишь кино семьей побудешь на горку сходи все это понятно в основном как мы живем день сурка сходил на работу день прошел без нервотрепки какой-то уже слава богу спасибо день прошел без мысли как ты был проживал и вопрос мне хотелось озвучить может быть действительно какой-то кайфанул что я хочу допустим все лбу вот я люблю путешествие на машине ну какой может быть слегка это лениво звучит путешествие на машине а мы допустим хотелось бы сесть машину и поехать какое-то путешествие допустим на машине ну куда там в далекое путешествие пусть на сутки те же самые и просто вот за сутки посмотреть многие места где-то выйти где-то осмотреться вот допустим я уважаю такую какую-то отдых мне нравится что поедем вот наверное такой глядей проживая хотел немножко не озвучил мысль не буду опять же углубляться быстренько скажу то есть снова снова и снова вот у нас сейчас такие вот не какие-то немножко однообразные работы дом работа дом домашние дела магазин работа дом если я вам допустим сейчас озвучу я бы хотел путешествовать на машине там где угодно просто смотреть красивые места если у меня это будет и за дня в день за дня в день и за дня в день мне тоже этого до вес я тоже буду уже как день сурка это как вот мы тоже к этому вопросу когда мы за грамотели были там джакузи этом схищалась там все дела и тоже вот наши очень любимые уважаемые подписчицы лава мне написал из которых из нью-йорка как ну джакузи не удивишь джакузи у нас вот в доме наш нас и бассейн джакузи есть джакузи практически мы не пользуемся есть понимаете вот в этом и заключается моя мысль то есть то что у тебя есть за дня в день то что ты можешь пользоваться этим за дня в день то есть какая твоя мечта сбылась потом для тебя такая же обыденность принципе вот прям мы так каждый вопрос прямо с таким у нас надо канал не динать файмеля философский камень последние ролики последние видео что прям философии какой бизнес пошла из меня точнее тот со мной сейчас ем я вот спасибо за вопрос интересно есть о чем подумать есть о чем-то рассуждать так ну что занялся до пуском очень душно я первая я мечтаю открыть окно у меня целый день одиниться нет у меня насти шапка на москитные сетки изготовим я слежу это вы не переживаете я за ним просто как за зеницы окон всегда поле видения у меня открыты нашими открыт носишь балкон весь день пусть и насколько кайфую от свежего воздуха это меня немножко дениса владимиром яблит такой если он дом вечером закрою нас и демонстративно плюшем какие-нибудь один шерстяные а я вот в этом немножко дали поставили совпадение шашлык опять недоел за странному банк даем банк что за там сюрприз решим настроение настроение нужно думать надо пастфуд не хочу раулу не хочу манты не хочу пельмени пельмени тем более не хочу пока ничего не хочу потому что поели мясо и все не знаю решим сюрприз сюрприз завтра будет хлеб и вода я думаю мы ребятам и безобилие перед интересным я покрою надеюсь все давайте прощаться спасибо за внимание спасибо за просмотр всех целуем всех пока ваши ручкой а с вами увидимся завтра утром до встречи пока